Век живи, век учись. Многие пенсионеры следуют этой мудрости, осваивая компьютеры, иностранные языки, право и другие предметы. Некоторые вместо лекций выбирают совместные творческие занятия, поют, танцуют или мастерят поделки своими руками. Университет третьего поколения – так называют учебное заведение, где люди элегантного возраста бесплатно обучаются выбранным предметам. Один из таких посетили наши журналисты. Что изучали на занятиях? Об этом в следующем материале. В университете третьего поколения нет оценок, экзаменов и дипломов. В этих учебных центрах объединены тематические курсы и клубы по интересам, где вместе с ровесниками можно освоить компьютер, научиться вязать или организовать концерт. Для многих пожилых людей такие учреждения стали настоящей отдушиной. Сначала мы очень переживали, что будет мало людей. Но когда прошел месяц, мы увидели, что у нас людей уже достаточно. Первый год обучения у нас было 174 человека, а сейчас у нас 350. Владимир Степанович пока единственный мужчина на своем факультете. В прошлом году он освоил курс компьютерной грамотности. Сейчас вместе с ровесницами изучает психологию. Мне нужно общение. Вот это, пожалуй, самая главная причина. А то, что я потом узнал, какие вопросы здесь рассматриваются, это очень интересно. Узнать себя глубже, узнать окружающих. Александра Ивановна в университете изучает право. Говорит, что свои конспекты по психологии иногда читает взрослым детям и внукам и обсуждает с ними домашние задания. Здесь что-то я черпаю для себя новое, что когда-то, может быть, неправильно в чем-то было, что-то не так делала. Ну, и стараюсь это даже. Прихожу, когда встречаюсь с детьми, я рассказываю, что у нас за занятие было, вот такое-то задание там было, вот как. Даже конспекты свои иногда им читают. Все преподаватели университета – волонтёры, то есть работают на энтузиазме. Например, преподаватель психологии говорит, что пришла сюда за опытом групповой работы. Не только я их психологию учу, я сама в них учусь. Это люди, которые… Вот у них столько энтузиазма, такая жажда жизни. И мы, видимо, нашли друг друга. Мне это очень нужно. Я здесь очень много получаю. Лекции, игровые занятия и домашние задания преподаватели готовят заранее. Но иногда случаются экспромты, поскольку непринуждённое общение здесь главное. Я подготовила занятие, поскольку было в преддверии 14 февраля, то люди заказали, в общем, тема любовь, она витала. И, в общем, мы разговаривали. Это было экспромтом. А вот сегодня мы продолжаем эту тему развивать. Поскольку спрос на общение и совместное обучение не уменьшается, в университете третьего поколения стараются расширять выбор занятий. У нас 8 факультетов. Психология, правоведение, здоровый образ жизни, компьютерная грамота, украинский язык, литературно-художественный, хоровое пение, домоводство. В этом году у нас добавилась йога. У нас проходят занятия по йоге. На следующий год мы планируем ещё открыть два факультета. Но пока мы об этом говорить не будем. По словам куратора, самой старшей студентке – 88 лет. И она обучается уже четыре года с момента открытия университета, доказывая всем, что возраст обучению не помеха.